дамы и господа приветствую вас этим дождливым жарким летом и продолжаем рубрику сыграл красиво поскольку в нее прислали реплейчик что можете сделать и вы заходите по ссылке в описании в группу вконтакте и присылайте реплеи в тему которая так и называется сыграл красиво любой кто попал в эту рубрику получает 500 голды подарком от меня поэтому данный игрок тоже получает поскольку сыграл красиво и теперь по бою буду рассказывать следующие вещи честно говоря комментировать этот бой не слишком сильно интересно с моей стороны но здесь больше играет роль то что в комьюнити принято что бой на 10к урона это уже классно все какой бы он ни был экшен не экшен красота не красота 10к урона есть все ты красавчик в этом бою человек автоматически становится красавчиком потому что он с хорошего респа приезжает в имбовую местность я хотел сказать позицию но в бою нет арты и можно в начале боя заехать туда где химера и от башни убить всех кто поднимается нижний правый респ является сильнее поскольку врагам тяжелее подняться вверх они сюда приезжают позже и вверх не могут подняться тем более нет артиллерии в химеру никто не будет стрелять либо же можно сделать перекрестный и расстрелять с двух сторон тех кто поднимается вверх с этой стороны с верхней левой базы подниматься вверх нереально сюда можно подняться только если одновременно с этим с другой стороны на центр будут заезжать танки что бывает практически никогда нужны слаженные тактические действия а это рандомный бой здесь каждый сам за себя такого в рандоме бывает никогда поэтому мы и видим очередной раз что эта сторона легче поскольку тут не нужны слаженные действия ты приехал как попало и все ты уже молодец вражеские стб не поехал вообще в эту сторону играть это второй плюс в этом бою он поехал играть какую-то чепуху я считаю что вот этот фланг он может быть играбельным только в одном случае если здесь много врагов и ты их убьешь ты повлияешь на исход боя потому что ты убил кучу врагов мало врагов легче потом дотащить бой до конца здесь будет всего лишь три танчика вот 4 и на базе какой-то 60 тп против восьмерок но видимо не счел нужным что нужно что-то делать можно поставить на базе фк и потом проснувшись два раза нажать выстрел по 800 и бой закончен мы уже приехали в победу практически да у нас умерла там лтшка катилась где-то но это не суть это первое почему этот бой уже победный и смотреть его уже типа ну шо все победа но по статистике типа очевидно что этот рез будет побеждать чаще так еще есть один плюс у данного респа но который в этом бою не работает артиллерия с нашего респа правого нижнего прокидывает вот сюда а вот эта артиллерия с верхнего левого респа может прокинуть только если прям выехать из-за поворота она не закидывает за эту скалу поскольку тут скала высокая а тут скала низкая то есть плюсов у этого респа очень много даже с одной стороны вот здесь все в плюсах а вот это это просто прямая канава там как бы если еще и там есть плюсы на фланге то я не знаю это первое что я хотел сказать глобально второе четыреста тридцатая фк сзади в свету заезжает е4 мы на него обратим внимание ну наш игрок обратить внимание и забьет то есть он повернулся сейчас посмотрел значит на е4 и такой типа а ладно то есть сейчас сейчас нам жопу едет е4 там вдалеке стб 1 который еще попробуй попади в него плюс у нас светился перед нами 430 афк все он не играет он тут может подождать это брусок его положили он сидит ждет все на фк лтшка скорее все будет убегать отсюда или будет там в канаве лазить вряд ли она будет быковать самое опасное что сейчас происходит это сзади е4 у него заряжен фугас держу в курсе я то реплей уже второй раз смотрю сейчас мог просто в зародыше прям сразу на самом начале не получится бой на 10к урона а все в картошке прям в восторге от боев на 10к урона хотя я скажу вам по секрету не все бои на 10к урона я считаю классными я считаю бой классным если он красиво сыгран там был экшен активность там было море каких-то тонких таких решений на грани где было сыграно филигранно где было прям смотришь и вау наваришь просто вау такие бои я люблю если просто бой 10к урона ты берешь десятку если ты с от среднего скилла и выше и просто на десятке накатывай бои накатывай бои у тебя рано или поздно будет 10к урона чем выше скилл тем чаще ты будешь реализовывать подобные бои как этот чтобы получить 10к урона и только очень сильные игроки будут получать 10к урона там где практически нереально этого сделать вот те бои интересные это стандартный бой на 10к урона ничего необычного сильный респ разыгран правильно и хорошо отлично продолжим еще позже разговор про 10к урона я дополнить хочу сзади едет е4 с фугасом заряженным мы на него посмотрели отвернулись он сейчас мог бы в жопу нам стрельнуть с поджогом и все конец боя и мы запороли 10к урона с хорошего респа без арты против восьмерок мы продолжаем разминать афк 430 поворачиваемся еще раз на е4 он не выезжает сейчас по миникарте видно что он там уже повыше поднимается и мы светимся разворачиваемся назад а е4 уже выехал и стреляет нам в жопу фугасиком на 524 524 нам сейчас крупно повезло что это было не пробитие в борт нам повезло если бы это было в маску весь урон пошел бы в крышку двигателя все бы загорелось чуть-чуть бы выше и конец боя ну или как минимум мы были бы очень 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 сильно подбитые вообще максимально бакен у нас уже треснули разворачиваемся ставим на гусеницу е4 и наша сторона намного сильнее продолжаем его разминать на дпм и ставим еще раз на каток он стоит у нас быстро кд ему еще дает плюшку и он умирает и здесь у нас к в 4 ну насколько нужно быть вообще танкистом чтобы в такой ситуации не набить урона еще и на к в 4 просто разминаем к в 4 размяли 430 у нас был забран нами к в 4 тоже е4 освободили здесь на центре все и едем в сопровождении союзников вперед то есть эта сторона настолько сильная что союзники и враги еще бодаются на фланге на j1 они там только в среднюю стадию сражения проходят то есть начало они приехали заняли позицию так присматривались сейчас они уже начали стреляться а все им уже в жопу 4 танка и это происходит практически каждый бой на этой карте практически каждый раз отсюда спускаются танки и начинают стрелять в жопу сколько раз я эту карту не играл здесь огромный дисбаланс карта очень несбалансированная и наш игрок молодец что воспользовался этим дисбалансом случайно или специально я не знаю но он это сделал значит молодец едем дальше в атаку здесь у нас 1 54 и в большинстве ее тут забираем выцелили сложно было тут через кучу союзников и кустики попали нанесли урон и едем в корму тяжиком настреливать 60 тп там занят у нас тут прожета тяж тоже занят накидываем им урончик тоже ничего как бы сложного и просто набиваем урон враги ничего не могут нам вообще показать противопоставить они заняты еще с нашими союзниками спереди здесь лучше было бы в башню стрелять но наш герой спешит спешит набить видимо побольше урон чека что у него в этом бою получится он часто лету башню и кумульчики хорошо в нее залетают а тут можно было бы и в баке пострелять чтоб танчик может загорелся но все равно никуда ехать не собирается глядишь и больше был урон чека было часто кританулся двигатель я думаю что за два выстрела в двигатель танчик бы скорее всего загорелся теперь наш герой размял здесь весь фланг и едет защищать базу на карту смотрит правильные действия делает набивает много урона узнает что рез безбалансный скорее всего этим шикарно пользуется реализовал ситуацию в бою по максимуму но был ли лично для меня такой бой шикарный я бы сказал стандартно шикарный без вау но в этом бою ничего больше и не покажешь как бы то есть это максимум что можно в этом бою показать его по-другому даже не сыграешь то есть наш герой молодец что он заехал на центр с правой стороны он еще немного с того фланга цепанул урона и еще с этого фланга все забрал то есть в этом с этой стороны он молодец и на базу приехал защищать единственный кто приехал но будет ли здесь что-то сложное на базе тоже нет он будет реализовывать свой танк как так как надо стрелять от башни и дпм убивать врагов которые на катятся все четко все правильно молодец молодец вот такой вот бой у нас становится так сказать участником рубрики сыграл красиво пишите свое мнение в комментариях что вы думаете про бои на 10 к урона все бои на 10 к урона вау или есть какое-то разделение боев на 10 к урона до вау и после вау в общем наш герой здесь просто разменивается хпшками и убивает врагов еще повезло что 257 фугасом стрелял 242 урона нанес конечно решение такое себе при этом он еще мог стрельнуть намного раньше и мог хотя бы два урона выдать на самом деле он мог скорее всего и забрать из тб если бы сыграл хоть немножко адекватнее но в целом 257 ничего такого не показывал не претендовал поэтому мы его просто забрали разменом хп здесь едет стб который как бы тоже ни на что не претендует он едет прямо едет налево мы здесь грамотно прячемся за рельефик выезжаем и на реакции его быстрее убиваем молодец наш герой сыграл хорошо за что успешно попал в рубрику сыграл красиво было о чем поговорить в бою реплей прислан не зря 500 голды наш герой получает все шикарно заодно я поднял тему о которой можно поговорить про действия урона а вы можете прислать свои реплей группе вконтакте не забывайте также розыгрыш прем танка проходит в группе вконтакте заходите читайте условия они очень простые с вами был арчик играть красиво всем пока еще в конце хотел сказать про шляпил я вот такой вот камуфляж он очень мне нравится но я его прошляпил конечно значок мастера на все лицо я не одобряю но камуфляж я уже несколько раз такой видел и почему-то у меня его нет считаю его прикольным плюс-минус черный с белым это классика она не может быть не прикольный все и 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